Колокольня церкви Иверской иконы Божьей Матери пополнилась двумя новыми колоколами. Их вес 110 и 139 килограмм, отлитый из специальной меди в Ярославле. В освящении участвовали епископ Бобруйский-Быховский Серафим и председатель горисполкома Александр Студнев. Молитва, окропление святой водой, тяжеловесы заняли свое место под куполом храма. Перезвон разнесся на все окрестности и, как символ победы над врагами, возвестило праздники. Получили от наших друзей из Минска вот эти два колокола, которые будут подняты сейчас на колокольню, будут звучать, славить Бога, приглашать к богослужению. Пусть эти колокола будут действительно призывом к радости, к любви, к благословению Бога. Возложения цветов прошли на площади Победы и у памятника Георгию Победоносцу. Возле танка Бахарова вереница горожан. Отдать дань памяти пришли представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь и общественность. Дорогие наши горожане, живите спокойно, живите под этим мирным небом, радуйтесь, улыбайтесь и будьте уверены, что мы сохраним вместе с вами наш город, мы сохраним мир в нашем городе и мы сохраним хорошее настроение с праздником, дорогие бобручане. У каждого в руках букет красных цветов, символ благодарности соотечественникам за освобожденный город. Десятки венков, охапки роз и гвоздик, рядом пятиконечная звезда из живых растений. Военные отдали честь, гражданские поклонились тем, кто сражался за мирное небо. Хочется сказать слова благодарности ветеранам и не случайно день города, мы отмечаем день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. То наследие, которое мы сегодня имеем, красивый, замечательный, добрый, уютный, действительно город для жизни. Поэтому от души поздравляю всех с праздником. К памятнику в честь воинов-освободителей также понесли цветы. Дань памяти отдали представители исполнительной власти и депутатский корпус. Прозвучали слова благодарности и поздравления. В этот замечательный солнечный день хотелось бы искренне от души поздравить всех бабручан, всех гостей нашего города, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, за то, что мы имеем возможность жить в нашем любимом городе, за то, что мы имеем возможность видеть его таким же цветущим, ярким, красочным, нацеленным на развитие. В память тех, кто пал в боях, почтили минутой молчания. Этот праздник всех бабручан. Каждого, кто родился, кто приехал, кто живет в нашем городе, кто действительно любит его всей душой и сердцем. Открытие по станции скорой помощи – самый большой подарок городу. Новоселье отпраздновали с размахом. Сертификат на четыре кареты из рук градоначальника получила главврач. Лучшим медикам вручили почетные грамоты, благодарности и письма от Бобруйского госполкома, Могилевского областного совета депутатов и Министерства здравоохранения. Открытие подстанции скорой помощи еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. Для тех пяти бригад, которые здесь будут располагаться, имеются замечательные условия для быта, потому что людям, кроме того, чтобы работать, необходимо где-то отдыхать между вызовами, принимать пищу, писать документы. Перерезали красную ленту, гостей пригласили на экскурсию. Двухэтажное здание в 104 квадратных метра расположилось на пересечении улиц Минска и 50 лет в ЛКСМ. Построено заводом КПД. Внутри пост диспетчеров, водителей, фельдшеров. Есть все условия для труда и отдыха. Здесь уже вовсю кипит работа. На смене трудится 20 специалистов. Всего в штате 60 человек. Пять бригад. В такое тяжелое время очень приятно, что системе здравоохранения уделяют очень много внимания. И этот дом, этот прекрасный дом, это подарок нашей станции скорой помощи. Очень огромные слова благодарности хочу выразить нашему исполнительному комитету, председателю исполнительного комитета за такой подарок. Такие хорошие условия, которые созданы, это очень большой плюс. Это очень приятно. И все работники этой подстанции очень рады. Они не могут выразить слова благодарности сейчас, но они все очень-очень рады. В конце в небо выпустили 200 красных и зеленых шаров. Мария Бушкевич, Анастасия Пахлевского, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич, Баврюск, 360.